Здравствуйте! И добро пожаловать на марафон по техническому рисунку от Fashion Vector Design. Сегодня мы с вами рисуем платье-футляр. По принципу рисования оно будет очень похоже на то, как мы рисовали прямую юбку. Соответственно, мы будем использовать шаблон, который отображает манекен и фигуру. Как я уже объясняла в прямой юбке, здесь нужно учитывать то, как пропорционально изделие сидит на фигуре. И какой оно будет длины, потому что по фотографии обычно сказать это достаточно сложно. Либо когда эскиз просто рисуется с чистого листа, вы можете не угадать пропорции. Значит, что мы с вами делаем? Мы открываем Adobe Illustrator, открываем файл, в котором у нас сохранена болванка фигуры. Я еще раз дам ссылочки, вы можете посмотреть. И после этого блокируем слой, на котором у нас открыты наши с вами болваночки фигуры. Они специально нарисованы красным цветом, потому что рисовать я буду черным, чтобы был контраст, чтобы я видела, что у меня является болванкой, а что у меня новые линии изделия. Создаю новый слой и на него открываю мою фотографию платья. Нахожу, где оно у меня на компьютере. Так, вот здесь. Так, смотрим, вот оно у меня, платье-футляр. Соответственно, открылось оно у меня в соседнем файле. Я его беру и перетаскиваю в свой документ. Нет, изменений не сохраняем. Внимательно смотрим, какие у нас здесь есть конструктивные особенности. Ну, видите, платье на фигуре, оно у нас с прилегающего силуэта. Соответственно, некоторое свободное облегание есть, но небольшое. Плюс ко всему, у нас есть рельефы, которые идут из подмышечной впадины. Вот она из зоны проймы. Так, соответственно, поскольку здесь пояс, не совсем понятно, есть ли рез по полочке, то есть отрезана ли верхняя часть или нет, мы будем делать целиковую, потому что юбка у нас уже есть отрезанная. Мы попробуем платье целиком нарисовать. Обработка есть, как видите, по линии горловины. Там беечка вшита. Ну, и, соответственно, вот они еще два шовчика идут. И длина чуть-чуть выше коленки. Ну, посмотрели, проанализировали. Соответственно, данное платье будет иметь в крое три детали по переду. Раз, два, три. Плюс горловина. И плюс по крою там наверняка должна быть обтачка, которая вставляется внутрь рукава, чтобы обработать данную линию. Но мы ее рисовать не будем. Обтачку ее здесь не видно. Это уже при разработке конструкции она будет учитываться. А нам с вами нужно детально отобразить платье. Дополнительных отстрочек на нем нет, они все спрятаны. Только по низу изделия можно сделать отстрочку, либо же можно ее не рисовать, как мы делали в прямой юбке. И это подразумевает то, что сделана подгибка по тайным швам, либо же приклеена клеевая, либо паутинка. То есть всегда помните о технологиях. Итак, рисовать мы будем опять с вами половинку платья, потом отзаркалим. Начинаем с переда. Соответственно, берем инструмент перо и начинаем рисовать. Центр вы видите. Так, я не выбрала, видите, какого цвета будет. Соответственно, выбираю, что у меня нету заливки. И будет черный контур. Так, у меня есть подсказочка. Вот она, линия рельефа. Соответственно, немножко не доходя линии рельефа, я получу точку. Так, немножко у меня идет на плечо, накатывается как бы ткань, наплыв небольшой. Вот этим удобно работать на болванке. То есть вы можете оценить, где это находится, посмотрев на фигуре и посмотрев, соответственно, на вашем изделии. Так, по талии. Ткань у нас, я думаю, что она с эласталом, имеет небольшую эластичность, но небольшой припуск на свободу облегания нам потребуется. Так, теперь линия бедра. Можете, если вдруг вы поставили точку и ошиблись, не надо нервничать, мы ее потом немножко подвинем. Так, прямая юбка, чуть-чуть выше колена. Соответственно, центр. Так, я обвела. И теперь мы будем корректировать точки, потому что не все они у меня корректно поставились. Беру инструмент прямое выделение, либо Direct Selection, это белая стрелочка, и с ее помощью я корректирую расположение точек. Она работает именно с точками. Так. Двигаю точки, которые, на мой взгляд, находятся не на месте. Плюс ко всему, вот здесь я считаю, что нужно добавить выгиб. Беру инструмент Опорная точка, выделяю точечку, и с его помощью задаю кривизну. Видите, она у меня задается симметрично, то есть у меня и плечо полезло, и горловина. Сначала задаю симметрично, а потом корректирую вторую часть. Угу. Так, и вот здесь нужно внимательно посмотреть центральную точку. Возможно, ее откорректировать после отзеркаливания, потому что она идет сейчас мысиком наверх. Обычно я это корректирую после того, как мы отзеркалили. Я сейчас покажу, что это такое. Вот это вот такой мысик наверх получается. Так. Ну, соответственно, у нас с вами должна быть линия, по которой идет рез, в нее же уходит вытачка. В идеале, конечно, она должна проходить через центр груди, но в данном случае я не вижу, чтобы она через него проходила. мы ее сейчас откорректируем. Значит, нарисуем. И есть еще один такой момент. Ведь, как вы видите, вот здесь немножко меняется направление полоски, направление узора на ткани, соответственно, нам нужно сделать данную деталь отдельным элементом. То есть не линию просто нарисовать, а сделать ее именно объектом. Поэтому я ее нарисовала чуть больше. Вот она, смотрите, у меня, видите, какая получилась деталь. Вот такая. И теперь я выбираю непосредственно мой стан, выбираю данную деталь, перехожу в инструмент обработка контуров и прошу сделать мне разделение. После этого разгруппировать и убираю лишнюю детальку. Что у меня получилось? У меня получился стан, центральная часть, и получился подкрайной бачок. Я их могу заливать разными цветами. Соответственно. Теперь мы с вами нарисуем горловину. Как я вам говорила, мне там не очень нравится вот эта вот точка. В связи с этим я от нее отступила и рисую другую немножко линию. Так, смотрите. Это вот часто тоже пугает новичков. У меня получились вылеты некрасивые. Я специально это сделала, чтобы сохранить дугу такой, как мне надо. И после этого просто корректирую и убираю изгиб. Кривизну данной точки. Как я это делаю? Я нажимаю выделением Selection Tool, белая стрелочка. У меня показываются направляющие данной точки. Направляющий, который идет вниз и описывает кривизну, меня устраивает. Направляющий, который идет вверх и описывает линию, ну, соответственно, плеча и шеи, меня не устраивает. Я беру инструмент Опорная точка, хватаюсь за эту детальку и подтягиваю так, как мне нужно. Подтягиваю именно направляющие. Это вот эта вот стрелочка. Тонкая линия с шариком на конце. Вот за нее мы и хватаемся. Так. Соответственно, корректирую форму. Основные детали, которые мне нужны, у меня нарисовались. То, что вот здесь у нас есть нахлест, не переживайте, мы его сейчас уберем. Так. Вот оно у меня получилось. Для наглядности я сейчас заливаю белым цветом. Вот как это выглядит. Выбираю все. Для этого просто выбираю черную стрелочку и тяну, чтобы у меня все объекты попали в зону выделения. Беру инструмент зеркальное отражение. Вот он у меня. Ставлю точку на оси, от которой я буду отражать. Точка поставилась. И начинаю крутить. При этом нажимаю кнопочку shift. Shift позволяет мне делать правильный угол. Видите? Она на 90 градусов меня крутит. Alt позволит скопировать. Нажимаю shift, alt, кнопку мышки не отпускаю. Теперь первым делом отпускаю кнопку мышки и отпускаю кнопки. Скопировала я не совсем ровно. У меня получился зазор. Вот он зазор. Но это не страшно. Мы можем подвинуть. То есть я не попала в центральную ось. Соответственно нужно подвинуть. Смотрю выровнялось ли оно у меня по фигуре. Правильно ли оно мне попадает. Подстраиваю под центральную ось. Судя по всему проблема есть, что у меня линия не вертикальная. Видите? Вот она отходит. Из две части они с друг другом не стыкуются. Соответственно, что я сейчас возьму? Возьму точку. Чуть-чуть ее двину налево. Возьму точку. Чуть-чуть ее двину направо. Теперь могу выбрать две части и их слить. Попрошу программу. Выделяю монтаж на задний план. И теперь беру горловинку, тоже ее объединяю. Что-то не объединилось. Раз и два. Объединить. Так, возникла какая-то проблема. Давайте посмотрим, в чем. Скорее всего, причиной является то, что данные два объекта не соприкасаются. Хотя визуально кажется, что соприкасаются. Для этого мы можем выделить две точки, чуть-чуть их подвинуть, либо же поставить так называемую заплаточку. Ну, такое бывает, не всегда получается четко отразить, поэтому ставим заплаточку и объединяем. Далонам это лишние точки. Это минус. Но точки мы с вами можем долить. Инструментом. Перышко минус. У меня ушла вся кривизна, но для меня это даже плюс. Я люблю, когда дуга создана просто дугой. Когда у нее нет там дополнительных линий. Вот так. Видите, у меня есть центр горловины, и я могу относительно этого центра, вот, центральная часть, уже смотреть, как у меня идет изгиб, чтобы у меня были симметричные части. Так, после этого можно что сделать? Данную точку перенести на центр. И убрать у нее всю кривизну для начала, а потом сделать ее симметричной. Вот таким образом. Скорее всего, там с вами нужно добавить еще глубины. Это точка еремной ямки. Она обозначена на шаблоне. Но можно чуть-чуть ниже еремной ямки опустить. Отлично. Так, теперь смотрим, что у нас происходит с основой. Вот у нас эта точечка. Мы можем ее тоже откорректировать. Нам нужна одна точка, там их две. Убираем. И тоже ее сейчас мягко раскроем. Ее, по сути, не видно, можно было бы оставить как есть. Но поскольку мы рисуем все-таки базу и хочется, чтобы все было ровно и идеально, я предпочитаю ее откорректировать. Здесь какая-то неправильная кривизна идет от того, что направляющие очень длинные. Мы их корректируем. Соответственно, как вы видите, даже то, что вы нарисовали, это не является истиной в последней инстанции. Вы можете совершенно спокойно совершать практически любые манипуляции для того, чтобы откорректировать ваше изображение. Единственный совет, который универсальный. Старайтесь сделать меньше точек и больше мягких плавных изгибов. Тогда ваша линия будет выглядеть упругой. Упругая линия векторя – залог красивой гармоничной картинки. Есть такой момент. Вот у нас получилось платье. В данном случае можно еще немножко подкорректировать точки по горловине, чтобы сделать лучшее прилегание. И, как я уже говорила про линию низа, а также про рельефы, вы можете сделать с отстрочкой, можете сделать без отстрочки. Здесь я не вижу отстрочки, поэтому делать ее не буду. Но, напоминаю для тех, кто хочет, по низу добавляем линию, делаем пунктирную, выбираем шаг пунктира и толщину. Как правило, толщина для отстрочек ставится маленькая. Толщина линии для отстрочек ставится маленькая. Вот получилось платье. Как вы видите, она немножко отличается. Данная фотография сделана на модели, и модели, они немножечко более худые и высокие, чем обычные люди. Ну, это всем известный факт. Поэтому то, что хорошо смотрится на модели, при переносе на обычный 42-44 размер, иногда видоизменяется. Учтите этот момент. И когда вы рисуете именно технический эскиз, вам нужно рисовать то, как это будет смотреться на живой фигуре. Потому что модельные фигуры – это здорово, а покупать у вас это будут простые люди. И вам нужно, чтобы данное изделие подчеркивало красоту именно простого человека, а не только модели. Итак, я скопировала. И теперь у нас это спиночка. По спинке нам нужно добавить линию центральную, потому что там будет у нас шов по центру спинки. Так, и тоже взять центральную часть и ее разобрать. Я нарисовала прямоугольник, разрезала и получила вот что я получила. Вот смотрите. Правая часть спинки, левая часть спинки, два бочка и горловина. Чтобы вы понимали, что данные изделия состоят из конструктивных элементов. Далее нужно посмотреть, нужно ли нам откорректировать форму по форму рельефа. Вот эти точки вполне можно поднять. Это уже идут модельные особенности. То есть они могут быть, могут не быть. Может вообще не быть рельефов, быть просто два полотнища спинки. И при этом у вас будут здесь выточки. В данном случае за счет рельефов выточки в них заложены. Заливаю обратно белым цветом. Так, у меня ушла назад моя отстрочка. Здесь у нас по платью что будет? Во-первых, будет шлиться. Во-вторых, вам нужно понимать, где у вас будет застежка. То есть будете ли вы делать разрезную горловину и сюда вставлять молнию. Если да, то соответственно вам нужно и горловину разрезать. То есть вы сразу закладываете конструктивную особенность. Технический рисунок, он этим и ценен. То, что вы продумываете, как данное изделие будет кроиться, шиться и как оно будет собираться. Соответственно, я разрезаю. Если я разрезала, значит я предполагаю, что там будет молния. Есть несколько вариантов. Я могу молнию закончить под горловиной. И потом здесь сделать дополнительное крепление, пуговки, крючочки. Иногда бывает актуально потайная молния и здесь замочек. Соответственно, я сделаю данный вариант. Потайная молния и замочек. И для того, чтобы визуализировать, что у меня там все-таки что-то есть, я нарисую маленький тоненький пулер. Пулер это та часть молнии, за которую вы тянете. В простонародье ее называют собачкой. В английской терминологии она всегда будет у вас пулером. Соответственно, она может быть какая-то фигурная. Очень часто многие производители предлагают большой ассортимент фурнитуры. Вы можете выбрать что-то интересное там. В данном случае я ее постараюсь нарисовать маленькой, потому что это у нас все-таки платье. Так вот на цепочечке такой вот пулер. Мы его сгруппируем и сейчас зальем градиентом. После этого дадим тоненькую обводку. Можно еще потальше дать. И цвет градиента тоже можно немножко смягчить, чтобы оно было посветлее. Ну и соответственно. Вот таким образом. Вот у меня получился имитация серебряно-металлического пулера. Можно все-таки потолще сделать. Черненьким, пожалуйста, черненьким. То есть данным элементом я показываю, что здесь у меня есть молния. Показываю, что она маленькая, что она потайная. Как правило, технические рисунки сопровождаются техническим описанием в разной степени сложности. Иногда это техническое описание, я ставлю сюда стрелочку и пишу, что у меня потайная молния длиной, грубо говоря, 50-60 сантиметров. Надо смотреть модели по конкретной. И она будет в цвет основной ткани. Зубик не будет видно. И будет использован такой-то пулер. Но пулер вы всегда будете видеть. Либо же я буду рисовать дополнительные технологические схемы, в которых будет показано, как это вшивается. Плюс у меня будут лекала. То есть пакет документации для разных фабрик бывает разным. Есть фабрики со своим конструкторским бюро и технологами. И для них вы тогда высылаете просто максимально детальное описание вашей модели. А есть фабрики, которые не обладают данными возможностями. Они просто отшивают. И вы им должны высылать пакет лекал. Вы им должны высылать полный конфекцион и как что делать. И технологические схемы. Соответственно. Окончание молнии я ставить не буду. Закрепка будет внутренняя. Ее будет не видно. Но человечек не сможет у нас ходить в таком платье. Соответственно нам нужна шлица. Тоже еще один такой момент. Меня очень грамотно поправили. Обязательно смотрите в какую сторону шлица. Классическая шлица должна быть, как я сейчас рисую. Потому что нельзя путать эти моменты. Они должны быть нарисованы правильно. Плюс ко всему обязательно смотрите, как у вас происходит запах на мужских и женских рубашках. Мужских и женских брюках. Ну вообще всех распашных изделий. Где у вас есть планка. Потому что планка у мужских и женских изделий на разные стороны. Вот у нас получилось два платья. Я выберу с лица. Загруппирую. Выберу с изнанки. Загруппирую. Так. Скопирую их. Я нажала кнопочку Alt. Она у меня скопировалась. Теперь смотрите, есть какой маленький нюанс. Когда мы смотрим на манекене, все хорошо. Когда мы с вами будем смотреть вживую. Нужно понимать. И сейчас я это поправлю и на манекене в том числе. Что данные точки будут выше. А если вы шьете, вы знаете, что спинка, она всегда имеет меньшую, так называемую, вынутость. Чем передняя часть. Соответственно, вот мы ее поправляем. То есть мы ее чуть-чуть завысили. Сейчас я эту часть уберу. Скопирую. Заново. Как я копирую? Я взяла изделие. Потянула. У меня нажата кнопка мыши. Нажимаю кнопочку Alt. Отпускаю кнопки мыши. Отпускаю кнопку Alt. И после того, как я ее подняла, возникает необходимость показать данную часть, что она будет видна спереди. Мы ее объединяем. И я ее помещаю сзади, на спинку. То есть, когда у вас изделие будет плоско разложено на столе, вы будете видеть заднюю часть. И я ее дополнительно заливаю чуть-чуть темнее серым оттенком, для того, чтобы показать, что она сзади. Вот такая маленькая хитрость. У нас получилось с вами самое простое прямое платье. Дальше вы на его основе можете делать все, что вам нравится. Если у вас возникли вопросы, как и что, пожалуйста, пишите. Смотрите описание. Шаблон фигуры вы сможете взять по ссылочке. Он будет выложен под этим видео. Плюс ко всему я вам дам ссылку на Pinterest, в котором есть разные шаблоны фигур. Возможно, они вам понравятся больше. И до скорых встреч. И никогда не забывайте сохранять файл. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok